Девушки отдыхают На следующий день более 20 руководителей стран приняли участие в заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи обсуждены основные итоги деятельности ШОС с момента ее создания. Главы государства обменялись мнениями по актуальным вопросам, среди которых ситуация в Афганистане, борьба с пандемией, а также совместные шаги по преодолению последствий коронакризиса. Подробнее в материале моего коллеги. Во встрече, проходившей под председательством главы Таджикистана, участвовали лидеры Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Армении и генеральные секретари организации. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите онлайн ввиду самоизоляции по причине угрозы ковида. К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душамбе. Мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это ни один, ни два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции. Участники обменялись мнениями об актуальных проблемах взаимодействия по вопросам региональной безопасности. Как и следовало ожидать, центральное место в обсуждении заняла ситуация в Афганистане. Как заявил в ходе дискуссии президент Российской Федерации, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств участников не только нестабильна, но и несет новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности. Сразу после поспешного, так мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов, мы с вами на неочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. А президент Кыргызстана Садыр Джапара в своем выступлении отметил важность урегулирования афганского кризиса путем невмешательства стран-участников во внутренние дела Афганистана, осуществления всесторонних мер помощи афганскому народу, а не агрессии. Кыргызская республика привержена принципиальной поддержке двусторонних дружественных отношений с Афганистаном и невмешательства в его внутренние дела. Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства. Владимир Путин подчеркнул важность координации усилий, намеченной на предыдущем в неочередном саммите ОДКБ, который прошел онлайн сразу после поспешного вывода войск НАТО из Афганистана. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств-членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах. Поддержав заявление российского лидера о важности сплоченности государств-членов ОДКБ, кыргызстанский президент Садыр Джапаров напомнил участникам встречи о факторе, который столь необходимой сплоченности не способствует сохранившейся напряженности на кыргызско-таджикской границе. Храняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом внимание всех государств-членов организации. Кыргызская республика, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводила и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Президент Кыргызстана предложил коллегам следующий путь разрешения кыргызско-таджикского конфликта. С учетом текущей ситуации считаем необходимым укрепление доверия в районе границ для обеспечения внутренней безопасности и взаимопонимания между государствами-членами ОДКБ. Выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства-члена ОДКБ. Со своей стороны Кыргызстан намерен и далее продолжать стратегический диалог с партнерами по организации, по всем вопросам, подставляющим взаимный интерес в целях обеспечения эффективности и результативности их деятельности. Участники подписали 14 документов. В их числе декларация о коллективной безопасности ОДКБ, соглашение о совместном материально-техническом обеспечении войск коллективной безопасности, протокол о внесении изменений в соглашение и другие. Итоги саммита будут иметь решающее влияние на процесс урегулирования афганского конфликта, полагает ветеран кыргызстанских спецслужб, эксперт по вопросам региональной безопасности Артур Медедбеков. Кажется, саммит имеет огромное значение в разрешении этого конфликта, потому что их рекомендация, их упреждающий характер, скорее всего, будет принята со стороны Афганистана. А в пятницу состоялся юбилейный 20-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Она интересна во многих отношениях, в том числе и тем, что за 20 лет сумела значительно превзойти замыслы и ожидания своих создателей, сказал в интервью 5-му каналу эксперт по геополитике в Центральной Азии. Надо не забывать, что ШОС в свое время, когда она создавалась в 90-е годы, у нее была конкретная цель, это граница между Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Тогда был четкий определенный формат, устав и понятно для многих организаций. Но когда произошло расширение, включение туда других новых систем, там Индии, других странах, это привело к немножко другому расширению пространства. Юбилейная встреча состоялась в одной из красивейшей достопримечательностей Душанбе, архитектурном комплексе Кохи-Новорус и проходила в расширенном составе. Помимо глав Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана, Китая, Беларуси, Туркменистана, были лидеры Ирана, Индии, Пакистана, генеральный секретарь ООН, руководители ряда региональных организаций. Участники обсудили основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках организации. По итогам саммита подписано 32 документа, в основном по вопросам регионального и международного сотрудничества. Теперь важно, чтобы принятые решения не остались лишь на бумаге, подчеркивает политолог. Те уставные решения, которые есть, они должны выполняться. И, конечно же, есть такое понятие донор и гарант безопасности. Вот ШОС и ОДКБ, в первую очередь, оно должно доказать всем членам ее и миру, что она является гарантом и донором безопасности для Центральной Азии и для, может быть, даже регионной Евразии. Главы государств также рассмотрели совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией ковида. Принято и решение начать процедуру приема Ирана в качестве полноправной организации в предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту, Катару, Саудовской Аравии. Первый также прозвучал гимн ШОС. Как отметил в разговоре с корреспондентом пятого Артур Медедбеков, такое как бы совпадение, одновременное, почти день в день проведение саммитов двух влиятельных в Центральной Азии организаций, совсем не случайно. Это впервые в истории такое совпадение. И, естественно, это совпадение не случайно, потому что обе организации заинтересованы в разрешении вопросов по безопасности на участках границ своих территорий с Афганистаном. А по мнению политолога Игоря Шестакова, ситуация в Афганистане теперь будет во многом формировать политику безопасности стран Центральной Азии. Понятно, что ситуация в Афганистане будет формировать повестку безопасности нашего Центрально-Азиатского региона на ближайшие годы. Почему? Потому что Афганистан – это всегда была большая проблема нашего наиболее беспокойного соседа нашего региона. Чтобы справиться со сложившимся геополитическим кризисом, считает специалист по вопросам международного права, усилий какого-либо одного государства мало. Безусловно, надо создавать пояс безопасности. И на мой взгляд, Шанхайская организация сотрудничества имеет уникальный случай для того, чтобы поучаствовать реальными делами в создании этого пояса. Почему? Потому что именно в Шоссе представлены страны, которые имеют влияние на развитие событий в Афганистане. При умелом подходе лидеров государств ОДКБ и Шосс в урегулировании кризиса это может стать эффективным, консолидирующим фактором в регионе, уверен эксперт. Андрей Токамбаев, Куанышбек Азимов, 5 канал, главные итоги.